В России повышена минимальная планка налога на роскошь. Так принято называть повышающие коэффициенты транспортного налога, который распространяется на дорогие машины. До сих пор повышенной ставкой облагались модели ценой свыше 3 миллионов рублей. Новая планка сразу 10 миллионов. За столь дорогой автомобиль владельцу придется заплатить налог трое больше обычного. Правда, свежие тарифы будут касаться машин, купленных после 1 января нынешнего года. А полный перечень моделей, за которые придется платить налог на роскошь, Минпромторг обещает опубликовать 31 марта. Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который предусматривает выход России из Всемирной торговой организации. И для автопрома такое решение может иметь самые позитивные последствия. Если страна действительно выйдет из ВТО, правительство получит возможность поднять ввозные таможенные пошлины на импортные автомобили и одновременно отменить утилизационный сбор, который сегодня платят даже чисто российские производители. Напомним, что утилизационный сбор вводился как новый заградительный барьер вместо традиционных пошлин. Ведь снизить таможенные ставки от России требовали правила международной торговли. Отчасти сбор компенсируется разнообразными перечислениями из государственного бюджета. Но чтобы получить частичную или полную компенсацию утиля, автозавод должен повышать локализацию выпускаемой техники. Отмена сложного механизма уплаты компенсации сильно упростит отношения между властями и автопромышленниками. Ну а машины российского производства могут подешеветь аккуратно величину этого самого сбора. И финальная новость. МВД России попросило региональные подразделения ГИБДД по возможности отказаться от оформления штрафов за незначительные нарушения. Об этом говорит письмо за подписью первого замглавы ведомства. В первую очередь послабления коснутся водителей грузовиков, которые перевозят товары народного потребления, сельскохозяйственную продукцию и иные грузы, необходимые для нормальной работы экономики. Впрочем, получить устное предупреждение вместо денежного штрафа, скорее всего, также смогут водители легковушек. Это не прописано напрямую, но читается буквально между строк. Ведь общий посыл текста — снизить социальную напряженность среди россиян. Продолжение следует...